Аксайский Аильный Аймак По территории Аксайского Аймака проходит дорога из Фараварух, через которую между Кыргызской и Таджикской республиками осуществляется торговля. На почве условной границы между Кыргызской и Таджикской республиками возникают сложности во взаимоотношениях между населением, что зачастую становится причиной правонарушений и конфликтов. Например, ирригационный канал села Аксай, расположенный между республиками, провоцирует межэтнические конфликты, возникающие у жителей на бытовой почве, доступа к питьевой воде. Неосвещенность внутренних улиц, граничащих между собой сел, также способствует увеличению количества преступлений, связанных со скатократством. Кроме того, среди учащихся таджикских и кыргызских школ наблюдается рост правонарушений в связи с ежедневными конфликтами в ходе пересечения границ по пути в школу и обратно. «Профилактика правонарушений – наша общая ответственность». Под таким лозунгом 23 и 24 апреля в селах Аксай и Кокташ прошла кампания по профилактике правонарушений для более 100 учащихся средних школ и молодежи Баткенского района. Каждый участник мероприятия получил задание нарисовать свое видение тем, как предотвратить преступления, борьба с алкоголизмом, профилактика насилия в отношении несовершеннолетних и борьба с потреблением наркотиков. «Воровство, хулиганство и другие преступления заканчиваются лишением свободы. И здесь мы хотели бы также поднять одну из самых актуальных тем действительности – проблему миграции, в результате которой многие родители в поисках заработка оставляют своих детей на выключение родственников и друзей. Такие дети зачастую становятся жертвами правонарушений и правонарушителями». В рамках мероприятия организаторы кампании провели интеллектуальные игры для команд. Для этого сотрудники органов внутренних дел совместно с отделом образования Баткенского района подготовили специальные задания с вопросами для участников. «Данное мероприятие предоставило нам возможность познакомиться с ребятами из других школ. Мы узнали больше друг о друге, как учатся и относятся к культуре ребята из других школ, а также научились многому у новых друзей и, наоборот, поделились своими знаниями». Запоминающимися стали спортивные конкурсы среди участвующих команд, такие как бег на стометровую дистанцию, подтягивания на турнике и армрейслинг. В конце мероприятия ученики поделились, какие меры, на их взгляд, надо предпринимать, чтобы проводить работу по профилактике правонарушений. «Преступность мы показали, как засохшее дерево. Ведь если ты делаешь зло окружающим, то никогда не станешь нужным для общества. А вот если ты будешь учиться и познавать новое, приносить пользу окружающим, то ты будешь развиваться. Воспитание ведь начинается в семье, поэтому мы, как будущие родители, должны стремиться к знаниям. Нельзя ставить цель уехать в чужие страны. Мы нужны здесь, своему селу, своей родине». Такая же кампания на следующий день прошла и в селе Кокташ Баткенского района. Свою активность показали местные органы власти, сотрудники милиции и молодежь села. Самым запоминающимся стало показательное выступление команды юных инспекторов дорожного движения. «Обучая ребят из младших классов и наших сперстников правилам дорожного движения, мы вносим вклад в уменьшение дорожно-транспортных происшествий. Нам очень понравилось это мероприятие. Все полученные тут знания мы, конечно, передадим нашим одноклассникам и друзьям». «Главная цель создания команды юных инспекторов дорожного движения – это повышение уровня информированности о правилах дорожного движения в целях сокращения числа дорожно-транспортных происшествий на дорогах». Представители органов местного самоуправления отметили необходимость проведения подобных кампаний по профилактике правонарушений и в будущем. «Конечно, такие мероприятия очень нужны. До сегодняшнего дня были проведены множество подобных акций. Что же касается данной кампании по профилактике правонарушений, то она проходит на самом лучшем уровне. Я надеюсь, что сегодняшний день для детей, живущих в приграничных районах, запомнится надолго». Закон о профилактике правонарушений в Кыргызской республике от 25 июня 2005 года признает участие широкого круга заинтересованных сторон, включая само местное население. Согласно закону, государственные администрации и органы местного самоуправления должны утверждать комплексные и иные программы профилактики правонарушений, а также предусматривать соответствующие меры по профилактике правонарушений при разработке и реализации планов социально-экономического развития на вверенной им территории. Мероприятия по профилактике правонарушений в рамках различных проектов проводятся регулярно в приграничных зонах нашей страны, в частности на Кыргызско-Таджикской границе. В рамках программы по уголовному правосудию Управления ООН по наркотикам и преступности в Кыргызской республике был разработан и утвержден местным Кенешем план действий по профилактике правонарушений в Оксайском Аилномаймаке на 2015-2017 годы, в разработке и реализации которого принимают участие представители местного населения и самоуправления, органы внутренних дел, а также общественные и международные организации. В настоящий момент в каждой школе Баткенского района организованы профилактические кабинеты, которые объединяют работы юных помощников милиции, инспекторов по делам несовершеннолетних и социальных педагогов школ. Такой кабинет есть и в школе имени Бусурмана Хаджаева. В этом кабинете мы ведем профилактические беседы по недопущению правонарушений среди учащихся и молодежи. Наши помощники – это ученики 8-х и 11-х классов школы. Хочется отметить, что после открытия такого кабинета число правонарушений среди учащихся резко сократилось. Мы стараемся помочь в обеспечении общественного порядка не только в школе, но и на улицах нашего села. Если видим какие-либо правонарушения, проводим разъяснительные работы. Говорим, что не нужно хулиганить. Село Кокташ Баткенского района расположено в 35 километрах от центра, вблизи стратегической трассы Ош-Исфана. Население пяти округов составляет 3245 человек. Кокташ граничит с таджикскими селами Самани и Чуркух. Здесь с целью обеспечения общественной безопасности возникла необходимость освещения улиц между граничащими населенными пунктами. В рамках реализации утвержденного местным кенешем плана реализованы совместные проекты, общий бюджет которых составил около полутора миллионов сомов. Местным бюджетом Аксайского Аилного Аймака и Государственной администрации Баткенского района выделено около 400 тысяч сомов. Остальные средства были выделены Управлением ООН по наркотикам и преступности. Только за ноябрь-декабрь 2014 года в селах, граничащих с Таджикистаном, было зарегистрировано 9 фактов скотократства, 7 коров и 3 баранов. Для профилактики подобных правонарушений в селах Аксай и Таштумшук, расположенных вблизи Таджикского анклава Варух, были проведены работы по установке уличного освещения, что оказалось удобным не только для местных жителей, но и для населения Таджикского анклава. Поселковое отделение милиции села Таштумшук, начальником которого я являюсь, территориально обслуживает Аксайский Аилный Аймак. В прошлом году мы провели работы по установке освещения внутренних улиц села Аксай. Это помогло сократить количество преступлений по скотократству и обеспечить общественный правопорядок и безопасность передвижения местного населения в дневное и ночное время суток. Дома в селе Таштумшук расположены в шахматном порядке. Определить границы очень сложно. В будущем хотели бы отремонтировать детский сад, среднюю школу, спортивный зал. За три года мы намерены завершить все социальные объекты. Мы руководствуемся хорошо разработанным планом действий по профилактике правонарушений. Долгое время местные жители не имели подручного доступа к врачебным услугам, будучи вынужденными обращаться в районную больницу, что находится в 25 километрах от их села. В рамках реализации плана действий по профилактике правонарушений и при финансовой поддержке местных органов самоуправления и управления ООН по наркотикам и преступности, в недостроенном и заброшенном фельдшерско-акушерском пункте на улице Мингбулах села Кокташ был произведен капитальный ремонт, закуплено необходимое оборудование, в результате чего обеспечен доступ к медицинским услугам для жителей села. Теперь здесь проводится профилактика инфекционных заболеваний и продвижение здорового образа жизни. Отмечается повышенное качество обслуживания беременных женщин, детей грудного возраста, а также пожилых людей. В данном медпункте работает медсестра, жительница Кокташа, которая проводит беседы с односельчанами о необходимости введения здорового образа жизни, о вреде алкоголя и употребления наркотиков. Распух, в мае сдадим в эксплуатацию ФАП, который не работал уже много лет. Количество населения и статус села не позволяло взять в штат медицинского сотрудника для функционирования ФАПа. На сегодня численность населения возросла, да и условия позволяют. Рядом с детским садом в селе Учдебе расположен водоканал, который создает угрозу безопасности для детей. В настоящее время, благодаря усилиям международных организаций, таких как Управление ООН по наркотикам и преступности и ОБСЕ, в детском саду установили ограждение. К тому же возле дошкольного учреждения начато строительство моста. Также с целью увеличения доступа к дошкольному образованию, под детский сад было отведено старое здание Чайханы, которое отремонтировали и перепрофилировали. Все это удалось осуществить при поддержке ЮНИСЕФ. Сейчас здесь воспитывается 80 детей от 3 до 6 лет. Мы начинаем уже решать многие проблемы сельчан. План по профилактике правонарушений рассчитан на ближайшие 3 года. Отремонтировав детский сад, мы также планируем ввести в строй ФАП, а в школах открыть дополнительный класс. Кроме того, спортивный зал средней школы имени Шайдулла Ганы, села Кокташ, был оснащен необходимым спортивным инвентарем. Сегодня в предотвращении преступности и борьбе с наркопотреблением заинтересована и активная молодежь села, для которой этот спортивный зал стал вторым домом. Здесь они проводят свободное время, посвящая его различным секциям, таким как волейбол, окс, вольная борьба, футбол, самбо и дзюдо. Нам уже поступило спортивное снаряжение, боксерские перчатки, борцовский ковер и другое. Мы не исключаем, что из нашего села тоже могут выйти чемпионы различных видов спорта. Профилактика правонарушений – это наша общая ответственность и ответственность каждого из нас. На сегодняшний день стоит острая необходимость в объединении усилий всех государственных ведомств, правоохранительных органов, органов местного самоуправления, представителей местных сообществ и самих граждан в организации эффективной работы по обеспечению общественной безопасности на основе принципов социального партнерства. Продолжение следует...